всем друзья приехала на рыбалку приехал куда-то не знаю куда сказали езжай туда там рыба если честно даже не знаю точно дам ли я куда меня посылали так сказать приехал каналы рисовые ячейки поля работает техника где что ловить я толком не понял куда звонится не могу пока еще рано утром не знаю буду пробовать сяду вроде бы суда меня приводило ну по описаниям другое место ну ничего надеюсь нормально буду пробовать задача поймать караська на поплывочную маховую удочку в многочисленных каналах краснодарского края где-то на просторах краснодарского края здесь я впервые не знаю эти мест от слова совсем сейчас буду с вами пробовать надеюсь что-то понимаю погнали ребята деймс system деймс 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 Субтитры подогнал «Симон» Моя удочка, шестерочка. Часто спрашиваю, что за удочка. Если не показываю, то люди спрашивают, что за удочка. А если показываю, находятся умники, которые говорят «реклама». Шестиметровая махалка. Мягенькая. Недорогая относительно. Такая вот красавица. У неё жёсткая большая часть, две трети и мягкая. Кончик. Такая красавица. Соберу на вон таком монтаже. Вровне трёх грамм. В канале есть течение, вроде бы. Поэтому начну с такого. А там посмотрю. Раскладывать я всегда монтажи, начинаю с крючка. Несмотря на то, что многие говорят, что это неправильно. А мне так удобно. Я считаю, так более правильно. За резиночку зацепил крючок. Просто разматываю монтаж. Здесь у меня верёвочный коннектор. Завязан узелком. На конце монтажа петелька. Давочкой просто накидываю. Всё. Готово. Никуда не денется. Прикормка всё просто. Чёрный лечь. Ничего выдумывать не надо. Взял пачку 0,8. Просто сейчас добавлю воды. На данный момент в этом месте, где нету людей, то это более чем достаточно. Никакой ароматики не надо. Ничего. Даже, я считаю, добавлять червя не надо. Потому что дикое место. Никого нету тут на километры. Если рыба есть, она подойдёт. И этого будет. Ой, еда. Поэтому просто в водичку. Как обычно, в водичку добавляю в 2-3 этапа. Всё. Чуть-чуть добавил. Вот она. Лепится. Вроде бы мокрая, но она рассыпается. Сейчас она постоит. Ещё возьмёт водички. И после этого, как она подсохнет, я буду ещё несколько раз добавлять. Буквально по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока не дойду до нужной мне кондиции. Буду ловить много плавок. Прикормку буду делать тяжёлую, чтобы шары падали долго. Лежали, размокали, бурлили. Эта прикормка не пылит. Это тяжёлая прикормка. То, что мне и надо. Пока занимаюсь промеркой глубины. Не знаю, что здесь. Может, я сел там. Где вообще мелкая? Я не знаю. Поэтому буду пробовать. А прикормка будет доходить до нужной кондиции. И постепенно буду добавлять воду ещё в два этапа добью до нужной кондиции. Всё, ничего сложного нет. Всё очень просто. Делается очень-очень просто. Элементарно. Я ничего не знаю об этом месте. Сейчас буду проверять глубину. Для этого мне нужно сделать так, чтобы поплавок тонул. это после чего я для этого беру просто дробинку, цепляю на крючок и забрасываю. степляю на крючок. Подтащил. Стоит. Подтащил. Здесь мелко стоит. Ещё раз. Стоит. 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 Утонул. Значит, тут мелко канал. Из него есть тяга. И тут тяга. Так, добавлю глубину. утонул. 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 Приличная глубина. Утонул. Ага. вот он стоит и там резко вырез получается резкий свал резкий резкий и чуть-чуть лежит лежит так и вот вопрос ловить поглубже или помельче утонул 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 вышел добавлю глубину вот таким образом ребят проверяя глубину изучаю что если как вот дилемма где ловить идет русло резкий подъем с небольшой тягой сюда здесь миляк и маленькая тяга суда вот дело ведь здесь на милике или там в русле перепады конкретные тут миляк здесь тоже какой-то руслица идет узкая ну что буду пробовать вот так единственно сейчас чуть-чуть разверну платформу вот по направлению к ловле развернул что с прикормкой все готово я липкая тяжелая что вот такие шарики тяжелые очень липкие несколько штук положу все оставил прикормку на подкорм ее можно пока отложить значит ловить можно начинать сразу красноперка плотва уклейка будет сейчас сразу карасик подойдет чуть попозже поэтому в принципе сейчас перекушу позавтракаю приступлю к рыбалке друзья спонсор канала интернет-магазин студия мебели мастерская большой интернет-магазин огромный выбор товара больше более 10 тысяч товаров много кухонь спален прихожих детских шкафов купе столов стульев огромный ассортимент основная работа магазина по краснодару и краснодарскому краю но может отправлять транспортными компаниями при заказе до 50 тысяч рублей предоплата 1 тысяча рублей остальное при получении товара это если по краснодару или самовывоз более 200 моделей кухонь половина из них это готовые кухни по фиксированным ценам небольшие кухни от 1 и 2 метра до 2 с половиной метра которые готовые со столешницами можно купить ставить готовые и более 90 моделей модульных кухонь средняя цена погонного метра модульной кухни составляет 10 тысяч рублей есть дороже есть дешевле пошла сейчас тенденция такая что мебель на заказ у нас заказывают кухни и выдают их за свою готовую продукцию мебели на заказ модульные кухни позволяют собрать кухню любой сложности за очень адекватные деньги ссылку оставлю в описании заходите на сайт смотрите если нужна мебель заказываете ну что друзья начинаю ловить рыбку червячка и и Иди сюда. Густера, вот и первая рыбка. Парыши отдельно. Пучок. Из-под камыша вот такой карасик, ребята. Под камышом закормил одну точку, кинул один шарик на меляке. И вот клянул такой сазан, вернее карась крупный. Еще проверяю. Прям под камышом. Оп, 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 а это кто такой упористый? Оп, оп, а это интересней. Кто это? Вот этот карась. Так, ребятки, не сильно крупный, но карась. Еще проверяю. Походу он под камышом, а там делать не хрен я ловлю. Еще закармливать камыш. Еще проверяю. Не повесит на камыш ветер. Сильный. Да, и мелкий и крупный карась под камышом. Вот мелкий, но это вообще живец. Еще пробую глубину, а туда кину еще шарик прикормки. Оп, 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 а это кто с глубины? Густера, а потом шикарная. Густера шикарная. Бомбовая. Такую можно и брать. Ну что, есть шансы что-то поймать. Опять на мелочь ухожу. Иди сюда. Все ясно. Карась под камышом, не сильно крупный, но он есть. Все, разворачиваю платформу, перехожу ловить по-другому. На меляке рыбы, на глубине рыбы нет. Долгожданный дождик усиливается, чтоб его еще долго не было. Хух, разместился, неудобно, но разместился. Иди сюда. Иди сюда. Нифига себе. Я столько времени провел, блин. Гадал, где его ловить. А вот он. Уже бы, наверное, надергал бы. А его там как грязи. Иди сюда. Мелких живец. Выпускаем. Да. Вот это прикольно. Думал на меляке или на глубине. Решил рискнуть глубиной. И ошибся. Первый раз, места не знаю. Ничего, разобрался. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Иди сюда. Класс. Вот там, блин. Ребята, и вот там. Вон крупный подошел. Сначала, оп. Поводок надо менять. Маленький, тоненький стоял. Так. Ну. Десяточку ставлю. Да. И дождь. А его там. Походу. Не лисится в камыше. Блин, а. Ну это ж он был. С такой поклевкой классной. Ну. Ну. Иди сюда. Иди сюда. Ай, красавец. Весь покоцанный. Вот он. Не лисится, ребят. В камышах. Вот он весь. Весь лохматый. Поэтому. Иди сюда. Ого. 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 Бешеные краски. Зачет. Класс. Ветерок. Кто говорит, что этот монтаж только для ловли в идеальных условиях. Ага. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Весь потертый. Больной от нереста. Это ребят. При нересте. Вот они такие. А потом еще будет хуже. Они будут все почуханные. В конце нереста он такой весь лохматый. Весь побитый. Весь больной. В камыше трется. Давай. 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 Иди сюда. Малыш. Иди сюда. Ого. 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 Ого.... Ни фига себе. Ого. В рот. В рот Ребятка. Какие у него тут губы мощные. поставил поплавок с большей грузоподъемности тут блин на ветру принять даже не могу попробую будет не будет с утра был сильный ветер это еще сильнее мелкий карасик возле поплавка вымер вылетел с палец иди сюда ни фига себе опять сход хороший обидно хороший хороший сход да есть хорошая рыбка так 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 иди сюда блин второй хороший сход блин шикарный крючок стоит и исходы я не понял как 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 это понимать ребят owner ой гамакацию стоит нужной серии и такое о ребят смотрите опять дикарь это у меня сегодня уже 3 если честно 2 в камеру не попали цирики толстые за за нищие иди сюда иди сюда иди сюда кто это такой борзы карасик шикарный вот такой красавчик борзый ну что ребят закончил рыбалку сейчас посмотрим улов и потом немного аналитики по рыбалке ну что ребят улов небольшой но поймал конечно много протерял времени с утра когда пытался ловить на глубине он оказался на мельке под берегом не зря я закормил вторую точку с утра я менжевался где ловить под берегом или на глубине я закормил на глубине хорошо и низко шаров кинул прям под камыш на меляк и физически проверял один момент там оказался карась было очень много мелкого карася было такого же мелкого сазанчика если бы я не потерял больше двух часов пытаясь его дождаться на глубине конечно улов был бы в разы больше потому что он был более активный именно с утра потом ветер начал чуть поменялся усиливаться и стало хуже в итоге дошло до того что нужно было кидать четко плотно камышу не попал поклевки нет попал или зацеп с обрывом или поклевка много было сходов много упустил просто отвалились в руках то есть такая то есть штук 5-6 у меня было сходов и 3-4 рыбы отвалилась в руках это уже вот еще сколько было бы сюда добавилось только из этих так было все классно разведал новое место чуть-чуть по нему понял рыбку поймал удовольствие получил до новых встреч